Сегодня мы читали из Евангелия очень известный сюжет Лука, который рассказывает нам евангелист о двух лептах вдовицы, которые она метнула, вложила в церковное хранилище и была похвалена Господом Иисусом Христом, который оценивал дары дающих. И многие давали от богатства своего, бедная женщина, не имевшая мужа, положила в эту церковную кружку, в каравану так называемую, цену дневного пропитания. Две маленькие монеты по имени лепта, и эта лепта вошла уже, как идиоматическое выражение, в наш язык. Внести свою лепту, мы говорим, именно отсюда, это сделать свой маленький, но драгоценный по мере жаркого сердца вклад. Как говорила одна весьма известная женщина, мы не можем делать большие дела, мы можем делать маленькие дела с горячим сердцем. Когда человек делает маленькое, что-либо маленькое, но с любовью, то оно оценивается. Это та самая евангельская лепта, и мы сегодня из Евангелия научаемся, вспоминаем опять о том, что у бога совершенно другая цена и мера оценки человеческих дел. Какие-то громадные какие-то вещи, совершенные человеком, могут быть богу незаметны, или немилы, или ненавистны. То есть, ну то, что мы, например, хвалим, вот по центру города ходя, особенно вот в этом районе, вы видите, как здесь много мемориальных досок, как много разных памятников. Здесь Ростропович, там Чайковский, значит, там Бондарчук, там Роберт Рождественский, там Фурцева. Тут куда они ходят, тут можно с путеводителем ходить, потому что здесь известные имена тебе. Сами всплывают неизвестные, ты должен познакомиться. А кто это такие, чего ради повесили здесь мемориальную доску, чем прославился сей человек. Вот, и люди в жизни своей много чего хвалят, и много кого превозносят. Но все-таки нужно смирить здесь свое сердце и вспомнить о том, что у бога другая цена дел этих. Кто-то построил мост через большую реку, значит, такое, или кто-то воздвиг небоскреб, вот, а кто-то построил хижину. И кто его знает, может быть, некоторая хижина будет дороже в Божьих глазах, чем какой-то небоскреб или мост. Потому что эта лепта, оказывается, была дороже, чем все богатые дары, внесенные на содержание храма богатыми людьми. Поэтому вот эта перемена ума в отношении своих добрых дел и перекладывание оценки своих добрых дел на Господа, это очень важная вещь. Здесь происходит то же самое, как в притче про мытарь и фарисея. Мы вчера об этом говорили, человек не может оценить свою молитву. Человек молится, а вот приятна молитва его Богу или нет, трудно сказать. Хотя душа знает, кстати говоря, душа чувствует, что иногда ты чувствуешь, ты как будто в уши Богу шепчешь, и ты чувствуешь, что слова твои забираются им и уходят к нему. Это бывает такое. Бывает, нет, бывает окаменение бесчувственное, и ты не знаешь вообще, хоть одно слово от этого до небес дошло или нет. Трудно сказать. А оценить молитву может только тот, кому ты молишься. То есть ты сам не можешь оценить. Тот, кому ты молишься, тот и оценивает молитву. Точно так же и с милостынями. Милостыня творится ради Христа. Не ради Христа, она имеет, сразу теряет в цене больше своей половинки. А если ради Христа, то самые маленькие вещи, там, поправить подушку больному, поднести к его запекшимся губам, там, кружку с водой, это совершенно не тяжелые вещи. Но они могут быть очень драгоценными, если это вовремя сделано и с любовью, а еще и посолено это доброе дело памятью об Иисусе Христе. И вот Христос сам и оценивает эти жертвы наши, сам их оценивает. Как молитву Он оценивает, так и добрые дела наши оценивает Он. И вот маленькие дела, оказывается, Он замечает тоже, они драгоценны перед Ним, и ими пренебрегать нельзя. Потому что большое без маленького не стоит. Может быть, одним из распространенных наших таких грехов и ошибок является то, что мы сразу хотим все, сразу хотим много, сразу хотим в духовной, например, жизни, сразу хотим объять необъятное и пренебрегаем какими-то мелкими вещами, какими-то мелкими. Где-то человек настолько замаливается иногда, настолько духовным становится, что он уже и здороваться с людьми перестает, и зубы чистить, и куда-то его несет, какую-то святость. А в конце концов, оказывается, что он и святости не достигает, и что это такое очень важное разрушает в себе и вокруг себя. Он пренебрег какими-то мелочами. Мелочей вообще нет. Я лишний раз хочу вам напомнить, что чем бы вы ни занимались, какую бы работу вы ни делали. Или вы на кухне у плиты стоите, или вы за рулем сидите общественного транспорта, или вы штукатурите новопостроенный дом, жилище чьего-то, или вы сдалбливаете лед, значит, там, ломом в эти снежные дни, будучи дворником, или подметаете улицу летом. Что бы вы ни делали, не относитесь к этому как к мелочи. Делайте дело хорошо. Если вы преподаватель в школе или в институте, если вы там, даже если вы консьержка в парадном, вы думаете, это шутка ли? Есть такие консьержки, от которых все шарахаются, как от собаки на цепи. А есть такие консьержки, на которые приятно посмотреть и поздороваться с ней. Какая-то добрая душа, солнышко сидит себе такое за стеклом. Можно молиться за людей, которые заходят в дом. Можно просто хорошо про них думать. Ну, не знаю, что-то может быть не такое светлое есть. И даже такая мелочь, как просто консьержка, старушка, на пенсии подрабатывает себе, сидит там сутками. Вот это тоже непростая вещь. Потому что в дом зайти приятно, когда тебя встречает светлое лицо. И бывает такое, куда пришли, чего пришли. Это сейчас начинает, как на допросе такое. Тоже нету мелочей. Кем бы человек ни был, что бы он ни делал. Мы уже не говорим там про министров, про разных людей, ворочающих большими делами. Мы говорим про маленькие дела. Мы сами люди маленькие, и нам нужно думать про маленькие дела. Они тоже бывают драгоценными. И еще, пожалуй, надо сегодня два слова сказать про то, что это вдовица. Вдовица – это особенное состояние человеческое. Тогдашняя вдовица, сегодняшняя вдовица – нечета. Тогда не было пенсий, тогда не было работ, которые бы могла женщина делать для того, чтобы хлеб найти. Почти не было. То есть женщина, потерявшая мужа, превращалась в абсолютно беззащитное существо. Какой-нибудь социальной защиты в древнем обществе не было. Все функции по защите и кормлению человека осуществляла семья. Мы тоже с вами говорили об этом не раз, что все пенсионеры жалуются, что пенсия маленькая. Это справедливо. Я согласен. Хорошо бы побольше. Но поймите, что раньше пенсий не было. Вообще. Вообще. И не просто, допустим, 100 лет назад, а и 100, и 200, и 300, и 500, и 1000, и 2000 лет назад. Не было нигде пенсий. Кто кормил старика, который не может ни рыбу ловить, ни землю пахать, значит, не яблоки собирать. Те, кого он воспитал и родил. А если не родил никого? Зубы на полку. Или протягивай руку. Именем Божьим питайся. Милостыней питайся. А если родил детей, но плохо воспитал, никто тебя не кормил. Никому ты не нужен. Поэтому какая бы ни была пенсия маленькая, она есть. Слава тебе, Боже. Потому что если бы нас кормили только те, кого мы родили, мы бы поумирали все здесь. Понимаете? Потому что мы рожаем мало и воспитываем плохо. И к старости мы на эту пенсию надеемся. Вместо того, чтобы надеяться на свои молодые годы, когда ты вложил свое естество в семью, в детей, в потомство, будущее воспитание их. Как говорят, лучшая инвестиция – это дети. Самая лучшая инвестиция. Вот ты вложил в них душу, научил, и по шее дал, значит, такой, и полюбил, где нужно, научил, рассказал, все ему отдал. Сердце свое ему вынул и подарил. А потом, глядишь на старости, найдешь в этом утешение. А вот тогда было совершенно не так. Ну, в смысле, в части вот этих пенсий всех. Вдовица, не дай бог, кормилиц умер. Все. Что? Где? Она же не может быть ни переводчиком, ни машинисткой, ни курьером, ни продавцом газет в киоск. Ну, нет ни одной работы, которую бы тогда женщина делала. Все. Все мужское. Ее работа только домашняя. А в чужой дом идти, побираться, значит, и там это, сказать, убирать, это, значит, это проблема. Это проблема. Да, если особенно человек уже старый, немолодой, скажем так, то он уже может работать-то особо и не может. Так что вдовица – это существо наравне с сиротой, требующее в древности особенного переживания. И в одном из псалмов сказано, что Бог является отцом сирот и судьей вдовиц. То есть это одно из его имен. Господь говорит, я бог сирот и отец вдовиц. Значит, судья вдовиц. То есть буду мстить за них, буду защищать их. То есть не обижайте ее, потому что ее защитить некому. То есть не обижай того, кому некому защитить. Это самое беззащитное существо. Если мы по памяти переберем несколько примеров, мы вспомним, что много вдовиц различного рода выступают на странице Священного Писания. Например, Христос, когда учит нас молиться настырно, молиться упорно, молиться неотступно, Он приводит нам в пример некую вдовицу. Была вдовая женщина, которая имела какую-то печаль, и она ходила к судье и просила у него помощи. А судья был бессовестный и безбожный. Он Бога не боялся и людей не стыдился. Такие судьи есть. Всегда были и сегодня есть. Однако она надоедала ему, и он сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но она мне надоела, она меня замучила этими неустанными просьбами. Я помогу ей ради ее неотступства. Христос говорит, слышите, что говорит неправедный судья? Если он имеет такое черствое сердце, но все равно поможет ей, потому что она его, так сказать, достала. То Бог ли не поможет детям своим, которые вопьют к нему день и ночь? Это пример неотступной молитвы. Вот тоже там вдовица. Потом в истории про пророка Илью говорится про то, что пророка Илью во время голода кормила вдовица. Она тоже отдала ему последнее. Она вышла ему навстречу и имела немножко дома у себя, чуть-чуть муки и немножко масла. Он говорит, слепим, респеки мне лепешку, говорит Илья. Она говорит, да, сейчас спеку тебе лепешку и умрем, потому что у меня есть только вот горсть масла и немножко, горсть муки и немножко масла. Он говорит, так говорит Господь, водонос муки не оскудеет и чванец елея не умалится. И она начала печь ему лепешку и сколько взяла, столько осталось. И она вот этим маленьким числом муки и маленьким числом масла она питала Илью и себя и оно не уменьшалось. Вдовица. Господь, эту вдовицу бедную вспомнил Господь во время первой своей проповеди. Настолько драгоценный человек, это вдовая женщина тоже. Причем она еще была язычница, сирафиникиянка. В Назарете, в синагоге, когда Христос произносил свою первую проповедь, Он сказал, что много было вдовиц во время Ильи в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, а только в Сарепту Сидонскую к жене вдовицы, то есть к язычнице. Это раздражило евреев, они хотели Христа с горы сбросить в тот день, потому что такая проповедь им не нравилась. Что это он язычников хвалит? Своих не хвалит, а хвалит каких-то язычников. Это тоже себе зарубительную зарубочку сделайте, потому что истина, она часто обижает человека. Человек хочет одного, а ему говорят, другое. Он говорит, нас хвали, чего ты других хвалишь? Да чего вас хвалить, вас закапывать пора. Вот какие люди хорошие, вот там, вот. Не важно, что чернокожие, или желтокожие, или косоглазые. А что вас хвалят? Ах ты такой, вот такой, так оно было при Господе Иисусе, так оно и сейчас такое же есть. Все хотят, чтобы их хвалили. Никто не хочет исправляться, все хотят надуваться и величаться. Значит, вот эту женщину Господь похвалил в упрек этой гордости иудейской, национальному этому гордому самолюбивому сознанию. Потом, значит, вдовицы у нас еще есть такие в Евангелии, где Христос воскрешает сына Наинской вдовы. Город Наин такой есть, недалеко от горы Фавор, где Господь преобразился пред учениками. Там есть маленький городок Наин, он и сейчас там есть. И в этот город Господь пришел, когда выносили из ворот умершего юношу. Это был единственный сын у своей матери, она еще была к тому же и вдова. То есть Господь нашел самого неутешного человека. Без мужа еще единственного сына хоронит женщину. То есть можно себе представить, что там у него в душе происходило, какой кошмар, и Господь, совершая человеколюбивое дело, останавливает процессию похоронную, прикасается к покойнику, говорит, юноша, тебе, говорю, встань. И встает умерший, оживает, и он возвращает его матери его. Вот здесь пример этой утешенной вдовицы, которая нашла милость свою у Господа. В противоположность вдовицам изображается, например, гордыня Вавилона в апокалипсисе, в Откровении на Богослово. Такая чрезмерная гордыня Вавилона изображается следующим образом. Вавилон изображается как блудница, развратная женщина, кровожадная, богатая, хищная, всеми грехами, так сказать, печально украшенная. И она говорит, я не вдова, я сижу царицей, и не придет ко мне беда. Говорит, вот за эти гордые слова обнажу тебя и опозорю тебя, и свергну тебя с престола своего, и получишь по первое число. Понимаете? То есть вдовицы – это пример смиренного человека, который вообще ни на кого не может положиться в этой жизни, у него Господь вместо мужа, у этого человека. Так апостол Павел и говорит, что вдовы и женщины, они имеют Господа вместо мужа. Причем есть целое учение о вдовицах у апостола Павла. Он говорит, апостол Павел, о том, что если вдовица молодая, то пусть выходит замуж, и рожает детей, и занимается домом. А если она благочестивая и дожила уже до каких-то более-менее преклонных лет, или так сильно любит мужа, что уже никого другого не хочет, не хочет делить ложи ни с каким-нибудь мужчиной, уже была замужем, уже больше не хочет. Единственный муж умер, она уже ждет с ним встречи на небесах. Это настоящая вдовица. И вот такие женщины были на почете у церкви, они были на счету. И, значит, их церковь содержала, кормила, а они, в свою очередь, совершали особенную службу. Они часто были деканисами, они готовили женщин к крещению, они совершали милосердные различные ухаживания за больными и престарелыми. И вот такая была целая особенная, что ли, такая каста такая, да, своего рода такая прослойка, такая церковного народа, это благочестивые вдовы. И апостол Павел пишет, что если вдовица после мужа имеет Бога за мужем, то есть, Господи, у меня, говорит, кроме тебя больше никого нету, ты мне помогай, а я тебе буду служить, то это настоящая вдова. А если она сластолюбивая, то она заживо умерла. Такие слова у нее есть. Сластолюбивая вдова заживо умерла. Таким лучше, говорит, выйти замуж, заниматься хозяйством. А потому что иначе она пока что жить не может. При этом имейте в виду, что выходили женщины замуж раньше по закону Римской империи, брачные возраста до 12 лет. Это нижний порог выхода замуж. 12 лет уже можно было выйти замуж. Ну, выходили, может, чуть попозже, там, 14-15. Но никто не ждал 25 лет, чтобы выйти замуж, тем более 30. 30-летние женщины были старухами. Их никто уже не смотрел в их сторону. Да не то, что в Древнем Риме. Уже это, как у Крылова там, невеста барышня с Чинялова жениха. То есть 25 лет уже старой девой считали и у нас на Руси женщин, потому что имели здоровые головы, живое нравственное чувство, мозги были на месте. Люди понимали, что нужно девушку выдавать замуж побыстрее. Побыстрее. Чтобы не бесилась, дурака не валяла, чтобы потом она нужна была кому-то, чтобы мимо нее не проходили, чтобы не завяла в отеческом доме. Поэтому выходили замуж рано. Соответственно, и вдовели тоже рано. Вот, например, известная нам женщина Анфуса, это мама святого Иоанна Златоустова. Она имела одного сына Иоанна, и она вдовой стала в очень молодом возрасте. Они выходили замуж лет в 16, лет 10 может с мужем поживет, а к 25-26 они могли ей вдоветь. Представляете? У нас в это время замуж хотят, только начинают хотеть выходить. Еще не нагулялись, понимаешь, еще только думают, карьеру сделаю, то закончу, туда поступлю, туда поеду, это увижу. А потом я теперь замуж хочу, а кому ты теперь нужна, это большой вопрос. А тогда в 26-27 лет люди, уже поживши с мужем, уже нанянчившись детей, набравши житейского опыта, она еще молоденькая по нашим меркам, а она уже, понимаешь, вдова. Вот такая была, такой перевертыш был такой, совершенно была другая в этом отношении жизнь. Значит, еще одна великая женщина, которая лишилась мужа и показывает нам пример такой особенной святой жизни. Это связанное с сретением Господа Иисуса Христа, которое скоро будет, у нас в среду будет сретение. Это пророчица Анна. О ней говорится, что она была из колена Осирова и в возрасте ей был 84 года. А прожила она с мужем своим от девства своего, от девичества, 7 лет. То есть, если представить себе, что она лет в 15-16, ну пусть в 17-18 вышла замуж, проживши с мужем 7 лет, то есть лет в 25 она уже точно была вдова. И когда Евангелие помещает ее на странице истории, когда она встречала Господа Иисуса Христа вместе с Симеоном, богоприимцем, в Иерусалимском храме, то ей было уже 84 года, значит, она прожила без мужа лет 60 уже. Лет 60. Про нее сказано, что она не отлучалась от храма, и молитвой, и постом служила Богу день и ночь. Вот человек, который узнал в маленьком младенце Иисусе Господа и Мессию. То есть ей было это открыто. Христос не должен был быть узнан в детстве. Христа когда нужно было узнать? Христа нужно было узнать только после выхода на Иордан и крещения от Иоанна. Вот тогда Христос объявил себе миру. Вот теперь веруйте. Пока Христос был маленьким, пока он был отроком, юношей, молодым, в него верить не нужно было. Он сам этого не хотел. Он себя не выпячивал, и он ни от кого веры не ждал. А вот после крещения Иоаннова Христос вышел на проповедь, вот теперь веруйте. Но до этого выхода два человека все-таки его узнали. Его узнал Симеон, и его узнала Анна. И тому и той Духом Святым было открыто. Вот это истинная вдовица, не отлучающаяся от храма Божьего. Есть такие женщины и у нас. Женщины, похоронившие мужей, женщины, воспитавшие детей. Женщины, почему-то не возящиеся с внуками. То ли дети их не дают, то ли их нету. Ну, может быть, есть же и бездетные люди. Или далеко уехали там, например, дети и внуков увезли. И вот женщина не имеет для себя больше иных занятий, кроме того, чтобы быть в храме. Быть в храме часто. Пока ноги ходят, быть с Богом, с Богом. И дома у них, как в монашеской келье. Тоже все аккуратненько, чистенько. Я видел таких старушек, бабулек, таких очень много в своей жизни. Причащая собору, я просто, приходя иногда в гости, чистенькие, аккуратненькие, старушечки, в доме все выметено. До дома какая-нибудь квартирка однокомнатная, аккуратная, лампадка горит. Все чисто, как в монашеской келье. И она вот только знает, что только храм Божий, храм Божий, храм Божий. И больше ничего не знает. Часто им дает Господь очень тихую, мирную кончину. И, может быть, даже сердце хочет верить, что это настоящие святые люди. Это святые наших дней. Вот эти настоящие вдовицы, которые уже ничего от жизни не хотят. Их не интересуют ни политические новости там особенно. Их не интересуют, конечно, всякие танцульки по телевизору. Их не интересуют какие-то празднословия и болтовня сверстниц возле парадного на лавочке. Они семечки не лузгают и людям кости не моют. Они знают свое. А свое у них самое простое. Господь, вечная жизнь и молитва за детей и внуков. Такие люди есть. Если вам даст Бог постареть, то хорошо бы, чтобы вы тоже были такие. Родиться нам всем уже было подарено. Вот в чем мы с вами одинаковые, что мы все родились. Это было великое приключение. Мы прожили 9 месяцев в материнском животе в полной тьме, погруженной в воду и вниз головой. И ели мы с вами через живот, через кишку в животе. Не ртом. Дышали мы ни носом, ни ртом. И ничего не жевали. Как бы опитались через пупок. Это же фантастика целая. Это уже было у нас у всех. И у меня было, и у вас было. Мы про этого не помним. Но мы знаем, что это было. Потом мы родились. В этом мы все одинаковые. А вот кто из нас будет старым, это еще вопрос. Некоторые уже постарели. Это подарок. Потому что родиться дано всем, а постареть дано не всем. Многие ручки складывают раньше. В молодом возрасте погибают, умирают от разных болезней, от несчастного случая, от того-сего. Здесь, понимаете, не каждый постареет. А в старости тоже есть своя благодать. Мы видим это из Священного Писания. В старости тоже есть своя благодать. Немощи старческие, опыт старческий, приближение к могильной черте. Это все непростые вещи. Это священная вещь. Поэтому в Писании Святом сказано перед стариком вставай. Перед седым человеком не смей сидеть. Поднимись перед ним. Потому что седина его – это отблеск славы Божьей. Это некое указание на самого Господа. То есть старик – это особая благодать. Младенцы – это особая благодать. Старики – это особая благодать. А самое тяжелое – это безумная юность и крепкая молодость. Когда больше всего грехов и больше всего ошибок. Так вот, эти вдовицы, вот эти вот святые, они, повторяю, зовут нас к тому, чтобы мы хотя бы посмотрели на них с умилением. Хотя бы просто полюбовались этим образом мысленным и нашли в этом для себя, для сердца свою радость. Из святых наших, любимейших наших святых, есть тоже одна вдовица, звать ее Блаженная Ксения. Это была молодая женщина, которая не родила детей, хотя жила с мужем, не дал Бог детей ей. А муж ее внезапно скончался. Смерть его посекла в одну секунду и ее сердце остановилось. Она не могла больше жить. Так любила мужа своего, что не могла больше жить прежней жизнью. Мало кто любит мужей своих так, чтобы муж умер и чтобы все, черной краской все закрасилось, чтобы больше все радости ушли. Мало таких есть. И мужей мало таких есть, которые жену потерявшие. Все, конец. Не, годик траур поносил и ищет себе новую подругу, как правило. Мы не судим. Боже, сохрани, человек слабое существо. Но Ксения, великая женщина и истинные люди, такие вот люди любящие, они не могут больше. Как одна мне рассказывала прихожанка моя, у нее бабушка пожила с мужем годик. И потом война. И она, говорит, заскрипела, он пришел к ней проститься, муж, только помню, заскрипели сапоги и двери хлопали, он пошел на войну. Как будто вчера было. Вот прошло уже сколько там лет. Вот сколько лет с войны прошло. Погиб он на войне. А она пожилась не только годик. Успела родить ребенка. И говорит, а сватались к ней молодая красивая женщина. И она говорит, а я, у меня есть муж, я уже замужем. Мужа, правда, убили, но я замужем. И вот она так, значит, поживший, говорит, вот на таких людях наша страна и выжила. На таких людях. На развратниках страна погибает, а на целомудренных живет. На неверных страна погибает, а на верных страна живет. На тех, которые только ищут удовольствие в жизни. Страна тонет, как Титаник. Ломится на две части и тонет в шесть секунд. А те, которые верны Богу и людям, которые имеют глубокую душу и такое чистое сердце, на этих людях мы живем. Мы живы благодаря этим людям. Вот блаженная Ксения, она пожила тоже, с мужем мало. А потом все, она оделась в его одежду и сказала, Андрей Федорович жив. А Ксения Григорьевна умерла. И она до смерти не откликалась на имя Ксении. Она только откликалась, когда Андрей, она называла себя именем покойного мужа, она называла себя, носила его одежду, красный комзол, зеленые брюки, или наоборот. Потом только красный и зеленый она себе носила. И 43 года прожила вдовицей, делая вид, что она с ума сошла. Это было только дело ловит. На самом деле, она молилась каждый день по ночам на могиле своего мужа, что Бог его душу в рай забрал, чтобы раз уже Господь не дал земного счастья, ну не дал. Ну что ж, теперь на Бога обижаться? Как часто мы на Господа Бога обижаемся, что Бог нам не дает земное счастье, именно такое, какое я хочу. А вот не дает. Ах ты какой, понимаешь? А вот и Господь забрал у нее счастье. Она на Бога не обижалась. Она просила, чтобы он в раю был. Она вымаливала его душу. Говорит, все равно будем в вечности вместе, да хоть там не разлучиться. Такая вот, такая любовь. А потом это с этой маленькой любви человеческой, от любви женщины к мужчине, жены к мужу, вырос такой прям столб пламени до самого неба. Молитва за всю вселенную. Она теперь за всех молится. За всех. За больных, за здоровых, за старых, за молодых, за замужних, за незамужних, за брошенных, за всех, за бездетных, безденежных. За всех молится теперь, потому что у нее сердце вместило всю вселенную. Вот вам вдовица. Вот вам настоящая вдовица. Причем, говорится у нее в тропаре, значит, чтобы она избавила нас от всякого зла покаяния. Покаянии учит блаженная Ксения. И я хочу вам сказать, что каждый из нас, независимо от того, замужняя, незамужняя женщина, мужчина, независимо тоже, должен понять внутри себя вот это следующее, что состояние вдовицы это состояние полной беспомощности в мире людей. Когда от человека в помощи ждать бестолку, никто не поможет, по крайней мере, никто не должен помогать. Может быть, кто-то и поможет, но никто не обязан. Некому. И когда человек перелагает полностью все свое упование на Господа Бога и только на Него одного надеется. Вот в этом смысле и мужчина, и женщина, и семейный, и бессемейный должны понимать, что мы так должны жить. По крайней мере, мы должны туда двигаться к этому состоянию. Мы должны полагать надежду свою на Господа. Блаженнее все надеющиеся на Него. Да, так говорится, на Него. Блаженнее все на Него надеющиеся. А, говорит, проклят всякий надеющий на человека. Тоже так сказано. И плоть, делающий своею опорою. И еще сказано. Не надейтесь на князя, на сына человеческие. В них же не есть спасение. И задет Дух Его и возвратится в землю свою. То есть надейтесь на Бога, надеющиеся на Господа, как гора Сион. Не подвижется вовек, живые в Иерусалиме. Горы окрест Его, и Господь окрест людей своих. Отныне и до века. То есть вот в этом смысле мы как вдовицы должны полагать всю надежду на Господа Бога. А на кого нам еще надеяться? Если у человека есть друзья, знакомые, деньги, образование, влияние в обществе, именитые знакомые, то он как-то может про Господа и забыть. Он со своими проблемами пошел к друзьям, к знакомым, туда-сюда, деньги начал включать в работу, чтобы ему закрыться от беды какой-то, еще чем-то утешаться. А вот нет ничего, если представить. Вот нет ничего. А куда мне идти? А только к тебе. Вот это вдовица, то есть человек, не имеющий, отказывающийся от всякой иной помощи, чувствующий, что кроме тебя, Господи, мне никто больше не поможет. Вот блаженные всенадеющиеся на них. Вот эти вдовицы, собственно, дорогие христиане, они нам это сегодня и говорят. Они были все разные, конечно, все эти люди. То есть, когда мы читаем, что блудницы перед Господом каялись, то мы должны понимать, что не все блудницы каялись. Из ста блудниц покаялась одна, может быть, или две. Когда мы читаем, что мытари раздавали свои деньги и каялись, то мы должны понимать, что не все мытари каялись. Из ста мытарей один или два покаялись. Остальные так и остались мытарями. И когда мы читаем про тех старых женщин, которые такую великую веру имели, мы тоже должны понимать, что женщины старые все разные. Одни злоязычные, другие ленивые, третьи хотят быть молодыми до смерти, хорошаться и женихаются. Значит, еще, я знаю одну такую бабушку, не вру, только имя изменю. Она говорит своей внучке, не называй меня бабушка, называй меня Анна Сергеевна. Я не бабушка, я молодая женщина, а ей 72. Понимаете как? Вот эта вдовица в Евангелие не войдет. Она не вдовица, в смысле, эта почтенная женщина преклонных лет, конечно, имеет дух в себе другой. То есть не хочет, понимаешь, человек согласиться с тем, что она не молодая красотка, что она уже бабушка. Ее оскорбляет наличие внуков. Обычная бабушка хочет внуков. Без внуков, что за жизнь у бабушки? Она же, это же какая счастье этих молодых детей, своих детей, дети детей, сыны сынов твоих и узрише сыны сынов твоих, мирно Израиля. Люди ждут этого, хотят этого. А нет, не все хотят. Есть такие бабушки, одна говорит, я не бабушка, я жена дедушки. То есть я молодая женщина. Это вот он, муж мой, дед, а я нет, я молодая. Вот такие, понимаешь. Поэтому всякие бывают. Всякие старушки, всякие старички. Всякие бывают. Но нам Евангелие не хвалит всех подряд. Нам Евангелие хвалит настоящих людей, у которых все в порядке. С сердцем, с совестью, с головой, и которые проживают свою жизнь почтенную, и доходят до до смертного порога, и идут в эту тьму, без страха, потому что у них впереди свет есть. Там Христос их ждет. А за спиной у них добрая память людей и молитва заупокойная за человека, который жил между нами и оставил по себе хороший след, хорошую память. Вот, друзья мои, даст ли нам Бог постареть и даст ли всем постареть, неизвестно. Но если мы постареем, дай Бог, чтобы мы были в старости настоящими, библейскими старичками. А кто уже постарел, поздравляю вас с этим. Потому что, ну, повторяю, что всем дано родиться, но не каждому постареет. То есть в старости есть свое благословение, своя благодать. Поэтому желаю вам иметь душу незлобивую, язык сдержанный, молитву горячую, любовь к детям и внукам и за все Богу благодарность. Никого не судить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,